Рассмотрение нашумевшего дела о жестокой расправе над животными проходит в закрытом режиме. Индустриальный районный суд Хабаровска таким образом решил действовать в интересах обвиняемых, ведь одна из них еще не достигла совершеннолетия. На скамье подсудимых вместе с ней старшая по возрасту подруга и молодой человек, помогавший снимать на камеру экзекуции над питомцами. Напомню, громкая история произошла в октябре прошлого года. Пользователи одной из социальных сетей выложили в общий доступ фотографии и видео из папки с ограниченным доступом, которые шокировали общественность Хабаровска, а потом и всю страну. Две юные девушки демонстрировали, как они потрошат убитых ими собак и кошек. Пытки устраивали в заброшенном здании. В качестве потенциальных жертв подруги выбирали животных из приютов или обращались по объявлениям к владельцам, отдававшим питомцев в хорошие руки. Он и сам бедняга, его не знаю, что с ним делали, потому что он белизна. Всего, по данным следствия, живодерки погубили не меньше 15 животных. Садистские наклонности оттачивали на голубях. Экспертиза при этом показала, что девушки абсолютно вменяемы и отдавали себе отчет в том, что делали. По их признанию, им было интересно наблюдать за тем, как живое существо испытывает боль. Свою вину они признали только на окончательном этапе расследования и уверяли, что раскаиваются в преступлениях. Однако, по мнению зоозащитников, это не должно стать смягчающим обстоятельством. Перед зданием суда активисты развернули плакат с призывом, с которым ранее проходили подобные акции в десятках российских городов. Живодерам не место среди людей. Мы очень хотим, чтобы был справедливый суд над живодерками, чтобы они получили реальный срок. Поэтому, для того, чтобы люди видели, что общественность, она не забыла те зверства, которые произошли осенью. За жестокое обращение с животными, девушкам и молодому человеку может грозить максимум два года лишения свободы. Однако, их дело не ограничивается одной статьей Уголовного кодекса. В криминальном списке девушек нападение на людей, в том числе с применением оружия. Видео избиений и издевательств над 20-летним парнем и беззащитным бездомным обвиняемые также выкладывали в интернет. Вместе с изображениями и текстами, оскорбляющими религиозные чувства верующих. На первом заседании суда участники процесса определили дальнейший порядок рассмотрения дела. Уже скоро для дачи показаний пригласят свидетелей потерпевших, в том числе и бывшую хозяйку щенка, который тоже стал жертвой жестокой расправы. Узнав об этом, беременная женщина, по словам зоозащитников, перенервничала настолько, что в итоге потеряла ребенка. Сергей Анцидин, Максим Минцев, Юлия Хоровенкова и Александр Юфа. Дальневосточное бюро НТВ. Дальневосточное бюро НТВ.